Всем привет, друзья! С вами Stitch и сегодня мы с вами начнем играть в игру под названием Инвестигейтер. Всего у нас с вами 10 уровней. Интересно, кстати. Начинаем с первого, конечно, естественно. У тебя такое ощущение, что можно было бы выбрать и другой уровень. Инвестигейтер, ну, это, наверное, скорее всего, переводится как исследователь, как мне кажется, то есть исследовать, да, что-то, что-либо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Две тысячи пятидесятый год. Климат на земле начинает меняться. Погодные катаклизмы следуют один за другим. Торнадо разрушают города и лишают жизни людей. Меня зовут Том. В старом мире я частный детектив, но в новом я обычный странник, который скитается от дома к дому в поисках еды и ночлега. Недавно я набрел на заброшенный блокпост военных и нашел там карту, на которой отмечен некий бункер выживших под кодовым названием D7. С каждым днем становится холоднее, и единственная надежда выжить – это бункер. Ничего не остается, как направиться туда. Так, нужно найти место, где я смогу немного отдохнуть и согреться, чтобы продолжить свой путь. Так, время 16.30. Дождь. Плюс 10 градусов тепла. Первый уровень. Ну, в принципе, главный герой сказал все, что нам нужно сами было знать это. Отлично. Теперь я еще и промок до нитки. Если я буду долго находиться на улице, я могу замерзнуть. Вы не заметили, что у меня какая-то странная синяя рука? Я на это почему-то обратил внимание. Нечеловеческая на самом деле. То, смотри, тут рыба. Видимо, ловила рыбу даже. Картинка, в принципе, графически, да, приятная. Отлично, мне нравится. Природный катаклизм – это, наверное, самое плохое, что можно только придумать в нашем мире. Так, волчары воют. Это уже у них не есть хорошо. Это, кстати, тоже своего рода инди-коррор про выживание человека. Здесь нет, как мне кажется, открытых мест, здесь все выстроено как как и в другом инди-коррор. И нам нужно сами пройти точки А в точку Б, ну и выполнить какие-то задания. Так, тут тоже можно походить. Кстати, бегать бегать в игре тоже можно, поэтому, скорее всего, нам это сами когда-то пригодится. Так, даже прыгать. Ну, какой ты главный герой, если ты не умеешь бегать и прыгать, это конечно же не главный герой. Так, что тут? Какие-то, знаете, банки для мусора. Так, как будто бы смеется. Так, что... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Все дороги ведут к этому дому Есть кто-нибудь дома? Ау Блядь, какой-то Какой-то мешок Лишит с трупом, что ли Сколько же здесь всякого барахла А полезного ничего нет Охренеть звуки, как будто кто-то ходит, ты понял? Нет, это похоже просто спальник Да Это был тупо спальник Ну, по крайней мере, хотя бы выспимся в нем Какого черта? Где я? Так, уровень второй Минус 10 Полночь, 0-0 Да, где мы, собственно, сами оказались? Это какой-то отель Плесень наверху Что, ничего интересного сегодня не покажут? Да, по-видимому, да Заплатили, забыли заплатить За телевидение Поэтому нам Гулять Что за хрень, блядь Давай, все, сначала осмотрим В первую очередь Кухня выглядит ужасно Даже не хочу знать, что там Слушай, заметно, что она не самым лучшим в своем виде, блядь Блядь, слушай, какие-то шаги Ты, может быть, их и не слышишь, но они есть на самом деле Дверь заперта на ключ Мне ее не открыть Блядь, все двери заперты Входит он как-то прихрамывая, что ли Блядь, это что такое? Да ладно Тихо, тихо Давай потихонечку Блядь, там кто-то стоит Эй, чувак Эй, чувак Блядь сукин сын а он меня очень напугал свет ваней погас давай посмотрим что здесь кто-нибудь скажет мне что здесь происходит какого хуя ребятки кто открыл эту дверку так смотри ка обстановочка поменялось какая-то явно мистика происходит пока мне не понятно сохранения здесь нету с вами скорее всего просто по левелам проходим и все они автоматически скорее всего открывается это моя тень а где телевизор вот он установочка полностью установочка полностью поменялась так чувак ты главное не кипиши мы с тобой потихонечку сейчас будем тут ползать главное чтобы никакое существо тут не выбежало но обстановка то я вам скажу такая вообще просто великолепная мрачная он мрачный такой антураж здесь лично мне как-то немножко страшновато это тут по-любому кто-то должен жить так как перелезть это блядь пару раз нажать ладно окей дверь дверь закрыта блядь какое-то световское помещение что это такое блядь ангар какой-то существо мне кажется этот человек ты понял я не думаю что это какое-то существо да ладно нахуй вот тебе и существо блядь выпало блядь какашка как его убить так мужчина явно прошел туда мы пойдем с вами в другую сторону а тут не получится фонарь сломанный фонарик полезная штука да сарказм я уже это понял фонарик нам с вами точно никак не использовать у нас эти сами тут ни карты ничего нету даже нет инвентаря надо тихо я постоянно слышу какие-то звуки блядь фонарик нам может быть нам нужно батарейки или еще что-то так блядь сука хорош блядь хорош меня пугать нам чувак явно хромает на одну ногу потому что судя по его движению так и присядем отлично так лесенка залезть и можно по ней ну вряд ли конечно нет нам так это что такое можем ящики сами выдавить мимо 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 надо все проверять м 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 тридцать вольт вала не 220 230 пройти думаю это мне пригодится так на чё я взял ломик что ли блять чуваку там что-то явно стоит ты зачем туда лезешь как это всего лишь коллюцинации очень удивительно что нету различного рода писем знаете которые можно почитать дневников каких-нибудь обычно в таких играх очень много документации по которой мы с вами как-то узнаем сюжет там еще что-то здесь же блять ничего такого нету абсолютно блять блять коробки коробки явно нужны для для того чтобы чтобы нам куда-то залезть или нет так он мне почему-то ставить не хочет сука тоже можно вот здесь пройти а можно залезть и сюда взять коробку оставить ее блять и залезть его сюда мне кажется что так и надо сделать так отлично все пойдем-пойдем-пойдем-пойдем блять я тормоза нахуя пытался там залезть и когда вот оно решение это ты смотри блять уже было очень просто блять ах ты сука надо бежать 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 ненавижу булку блять бежим 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 тоже не любите в нем переваривать и сука пауков блять на который ползает сука так то что такое у нас с вами нет никакого оружия чтобы если что как-то отбиваться бы от кого-нибудь на вообще ничего нету кто за а это это но тут явно тупик я только вижу там вижу деревья все больше тут ничего пока не видно тут тоже никак не пройти так надо думать вполне возможно может быть так и чё мы что-то сделали да нет тупик так обратно я точно не пойду может быть вот здесь по решетке как-то можно а подожди может нам пригнуться с тобой так отлично голова начинает работать потихонечку я начинаю соображать в чем дело у меня знаете какой то вот я вот играю в эту игру я так максимально вообще напряжен что я даже забываю даже с вами общаться блять стука она завораживающая блять и пугающая так вот эту штуку скорее всего надо будет применить на вот эти двери отвки от таких загадок конечно вот раньше это все взять падла сука а резко сука выбранул а блять а это что такое за существо блять только не говорите что еще два раза больше пауки это будет давай давай и крути крути так отлично четко мы его прихлопнули блять сука резко выскочил блять ну у нас в принципе реакция не меньше чем у этого паучка оказалось так там сзади никто не идет за нами это нет вроде никого нету у нас с вами постоянно какие то мерещится видение людей либо это какие то призраки либо в самом деле так наверх тут никак не пролезли давайте осмотримся чтобы нам с вами точно определиться какую же все таки сторону идти не знаю как вам приземлил мне эта игра очень нравится поэтому не забывайте подписываться на канал оставлять комментарии ставьте обязательно палец вверх так так тут тоже все закрыто поэтому на этом поезде мы с вами явно никуда не уедем поэтому посмотрим может быть здесь путь в другую сторону да вот он так еще ага сука у него здесь окладка ты блять посмотри получат то ебать сука нам придется с ним сразиться как мне кажется паутина я не знаю можно конечно погибнуть в этой игре или нет паутина тут просто пиздец я представляю какой здесь запах да в таком мире постапокалипсиса вот такие вот паучки ползают блять мир полной опасности я эй мне не нужны неприятности я всего лишь хочу узнать где я нахожусь они в а они а они и и и и и и и Так, уровень третий, 7.30 Плюс 15 Субтитры подогнали Симон Похоже, я слишком долго спал Нужно как можно скорее вернуться к лодке Охренеть, ты прикидываешь, мы с тобой все это время спали Это был сон Да, нормальная фишка тут, разработчики, конечно, устроили То есть, третий уровень, это на саммит, возвращение к лодке На, неплохо, нас у сами так разработчики таскают из одного места в другое Самые приятные существа, которые здесь остались Это, похоже, вороны и белки, да Но неприятно, это пока что пауки, которых тут очень много Кстати, дождя не стало, погодка, смотри Уже так устаканилась, так скажем Нету ливня, нету ветра Блядь, вот этот волк, который где-то забывает Вот, что-то меня как-то немножко напрягает Тут, в принципе, ничего такого нету Поэтому Мы с тобой все-таки, наверное, будем двигаться в сторону нашей лодки Нахрена мы сюда тогда вообще приплывали, если мы уплывем обратно, но не знаю Я думаю, что лодки уже нет, скорее всего Еще остается вопрос такой Кто этот человек в маске, который был Если это видение, или все-таки он существует Ну, ебать, кукурузник, ты прикидываешь? На, нахуй Само лях не похож на военный Судя по звуку, он упал где-то неподалеку Блядь, это кукурузник, чувак, ты че Даже я, даже я не понимаю В самолетах нихрена Ну, как не понимаю В принципе, понимаю, но немного И то, блядь Видно, что это не Военный самолет, я блядь Тупо какой-то кукурузник Ан какой он там, точно не помню Ан, там, 20 какой-то Ну, что-то Инициал его, я точно вам не скажу Блядь, все крыто, я думал, ты представляешь Я думал, эта дверь открыта Так, давай-ка найдем этот самолетик Ну и че мы его найдем, дальше ты че В нем явно ничего полезного не будет В этом самолете Блядь, вот эти вот гномики в палатке Меня просто убили Сука, прикольно Да ладно Ты кидаешь, этих гномиков нету Интересно Беседка, неплохая беседочка Я бы сейчас посидел бы, тут пивка бы попил Пивасика, да шашлычок Тишина, спокойствие Не знаю, мне такого плана игры очень нравится Не забывайте, друзья, подписываться на канал Оставляйте комментарии, ставьте палец вверх По-моему, игра просто великолепна Глядь, это че такое А, это тупо дрова Сначала подумал, что будка, блядь Для собаки Эй, Томми Что там по делу той девчонке, которую застрелили? Дело было закрыто за недостаточностью улик Подозреваемый есть, но У него железное алиби Да? Попробуй докажи это и отцу Сегодня утром соседи нашего подозреваемого вызвали полицию Увидели, что в его дом хотел влезть отец этой девочки И при нем нашли пистолет Даже не могу представить, каково ему сейчас Ладно, Томас, забей Пойдем лучше перекусим Так, ну потихонечку мы тут с вами выясняем Что какая-то девочка была застрелена И тут кого-то обвиняет, скорее всего, нас В этом убийстве По крайней мере, нам сами дали намек, что Отец этой девочки Нас с вами будет, скорее всего, искать Так, вон там огонь, скорее Да, вон он, этот кукурузник местный Кто-то же на нем летел все-таки Значит, там должен быть человек Может быть даже еще и живой Блять удочка уже Портили, суки, удочку, а Смотри-ка, а тут можно пройти Похоже, в самолете никого нет Проверять я не буду Ты че, батя, блять Отец, ты че, надо было проверить Тогда пошли к лодке Лодка вон стоит на месте В принципе Лодка стоит, но сможем ли мы на ней с вами уплыть Тоже пока непонятно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА